День рождения их мама встретила в больнице с затрудненным дыханием. Вот такой получился праздник в этом году в семье Палухиных. Женщина больше двух недель провела в реанимации Павловской ЦРБ по ДВЛ с кислородом. Навещать ее было нельзя, звонить тоже, говорят родные. За все время им удалось поговорить единождым. Она мне сказала, дочь, мне с каждым днем все хуже, я угасаю. Лечащий врач, когда лечили ей панкреатит, сказал, что в нашей больнице, в Павловской, недостаточно оборудования, недостаточно той диагностики, которая должна бы ей была проведена. После этого разговора семья сразу написала главврачу письмо с просьбой перевести их мать в краевую больницу. И по словам сына женщины Александра, получили отказ, без разъяснения. И таких вопросов у семьи немало. Нет возможности не получить данные анализов, не данных протоколов лечения, не данных методов обследования. Хотя по законодательству мы в праве данной информации обладать. Письменное согласие предоставлено пациенту на передачу мне всей этой информации. И нет доступа. Позже Минздрав края скажет, что информировать об этом должны только больного, а его родственников после нотариальной доверенности пациента. Семья Полухиных, видимо, это не предусмотрела. Свою заботу могут проявлять лишь такими покупками. Вода, детское питание, там какой-то творог, кисломолочные продукты. Каждый день? Ну, через день точно. Больное можно передать Полухину в ленте ванне? Да. И пригласить, пожалуйста, врачам. Задаете вопросы, наверное, как она себя чувствует? Да. Получаем общие ответы. На удачу встречаем главного врача Олега Агеева. Вопрос один. Почему перевод больной невозможен? У нас вообще информация-то закрыта. И ее могут только родственники. Я родственник. Поэтому я общаться буду только с родственниками. Я вопрос задаю вам. Почему? То есть вы спрашиваете переводы в больницу? Только с родственниками у меня в кабинете. Пожалуйста, приходите. Я сейчас подойду. Я сейчас приду после операции. Так что ожидайте. Дождаться его мы не сумели. Обратились за разъяснениями в Минздрав. Там заверили, что за лечением всех тяжелых больных и наши пациентки тоже следят в отделении экстренной помощи в Барнауле. Переводы из района в краевую столицу не прекращаются. И отказа в них практически нет. Но на перевод в крае, как в случае с Павловской больной, тянут не все. Пациентка, она действительно была тяжелая. Она находилась в реанимации. Но не в силу основного заболевания, а в силу сопутствующих заболеваний. И, соответственно, она была под мониторингом. Ее консультировали. Но необходимости в эвакуации по основному заболеванию у нее не было. Получается, что осложнения сопутствующих заболеваний в учет не идут. К счастью, пока перевод действительно не требуется. Сегодня стало известно, что женщину перевели в общую палату. Она, наконец, дышит самостоятельно. А сыну Валентины Ивановны в ЦРБ говорят, что сейчас маму обследуют в кардиологии и переведут, если это будет нужно. А еще обещали завтра предоставить полную информацию о лечении. Кстати, после обращения в наш телеканал. Анастасия Дорога, Николай Шелко, Александр Антропов. День с толком.